Всем привет! С вами Сергей Чураков и в этом видео я поделюсь информацией, как сделать форму для предварительной регистрации в компанию Infinii Commerce. Ну, эта же информация будет полезна и для других компаний, какими бы вы не занимались, где происходит предварительная регистрация, например, либо вы просто хотите поделиться информацией. Значит, форма выглядит вот так. Это картинка, это видеоролик и для регистрации нам потребуется, чтобы человек нам оставил данные следующие, то есть это имя на английском языке, это фамилия на английском языке, это логин и e-mail. И нажимает далее кнопочку продолжить и после этого все данные приходят в таблицу. Также форм в Google документах есть таблица и вот все данные автоматически заполняются в этой таблице. Далее, как же сделать форму? Берем вот эту строчку до слова Forms и открою ее в другом браузере, где еще нет ни одной формы, ни одной таблицы. Нажимаю. Формы нет. Чтобы создать форму, нажмите плюсик. Здесь справа внизу нажимаем на плюсик и открывается конструктор форм. Здесь у нас есть инструменты, здесь все интуитивно понятное, но я сейчас продублирую такую же форму. Значит, вот копирую заголовок. Название формы меняем на заголовок. Дальше. Описание формы. Так, вопрос-ответ. Текст. Вопрос-заголовка. Заголовок. Введите свое имя на английском языке. Пишем. На английском языке эту звездочку можно убрать, потому что ставим вот здесь галочку «Сделать этот вопрос обязательно», и тогда появится звездочка. Здесь выбираем текст, и здесь краткий ответ «Ничего не обязательно», пояснение «Не обязательно». Нажимаем «Готово». То есть появилось как раз поле «Введите свое имя на английском языке». Теперь далее. Добавить еще следующую информацию. Введите свою фамилию на английском языке. И вставляем сюда. Также ставим галочку, потому что поле «Обязательно». Нажимаем «Готово». Далее. Добавить элемент. Также текст стоит. И вставляем. То есть копируем и вставляем. Логин на английском языке. Нажимаем еще галочку здесь. И «Готово». И добавить следующий элемент. «Введите e-mail». Так. Галочку ставим. Здесь текст. «Готово». Здесь галочку ставим. «Опубликовать и создать общественную ссылку на результаты опроса». Так. «Разрешить респондентам» это не надо. Галочку не надо здесь. Так. Перемещать вопросы. Только один ответ. Показывать. Так. Все. В принципе этого достаточно. И теперь мы можем посмотреть, как эта форма выглядит. Нажимаем «Отправить». Вот это короткая ссылочка у нас. И нажимаем «Готово». Так. Значит, как проверить форму. Нажимаем ссылочку. Кнопочку «Проверить форму». То есть, вот что у нас получилось. То есть, как раз нам необходимы данные. Имя, фамилию, логин и e-mail. Теперь далее. Надо настроить, куда будут данные приходить. Ответы принимаются. Сводка ответа. Сохранять ответы. Создать, удалить. Сохранять ответы. Значит, куда будут сохраняться ответы. В новую таблицу. И пишем. Ну, в принципе, тут по умолчанию идет форма подачи заявки на регистрацию в компанию «Инфиняй ответы». Это как раз название берется из заголовка. И нажимаем «Создать». И получается у Google документов есть еще Google таблица. Вы заходите в дальнейшем на Google таблицу. Находите именно форму подачи заявки. И там вы увидите все. Так. Значит, в таблицах. Где тут таблицы. Значит, форма создастся самостоятельно. Теперь далее. Как сделать, там, дизайн поменять. Здесь есть сменить тему. И можете выбрать, там, какую-то понравившуюся вам тему. Допустим, вот эту тему. Ну, она не в тему. Здесь что? Там. Вот это, например. Тоже симпатичная тема. И после того, как вы сменили тему, после того, как вы сменили тему, она автоматически меняется. То есть, видите, все поменялось. Так, теперь есть, как же добавить сюда картинку. Вставка, вставка, вставка. Вот здесь видео, вот здесь изображение. Изображение. Значит, вот сюда перетаскиваем изображение. Давайте я открою что-нибудь. Ну, вот, например, вот эту картиночку. Так, возьмем и перетаскиваем. Происходит загрузка. Как видите, вот она форма. Ее можно вот так подредактировать, подтянуть на всю ширину. Можно поставить ее слева, там, посередине. Я посередине поставлю. Можно вот здесь заголовок написать. Вот как у меня, допустим, вот она картиночка. Подача заявки на регистрацию с компанией Infineye. И вот здесь название изображения. Как раз вот так и напишу. И нажимаю готово. То есть мы получили уже форму здесь с картинкой. Обновляем. То есть видите, уже у нас название, картинка. Можно еще видеоролик какой-нибудь запихнуть. Значит, давайте вставим еще видеоролик. Вставить и видео. Здесь можно искать через YouTube, а можно вставить URL. Идем, возьмем URL. Например, презентацию. Вот как раз презентация бизнеса. Копируем URL. Сюда. Выбираем URL. И вставляем. То есть видите, вставился видеоролик. Нажимаем выбрать. Также этот видеоролик растягиваем на всю ширину и делаем посередине. И можно у нас написать название. То есть со старой формы я вот так, например, возьму, скопирую, краткая презентация. Перехожу назад и вставляем вот здесь. Краткая презентация. Нажимаем готово. Так. Что у нас получилось? Обновляем страничку. То есть получилось. Форум подачи на регистрацию. Компания Infineye. Краткая презентация. Видеоролик. И как раз вопросы и ответы. Дальше. Здесь еще названия не хватает. Заявка на регистрацию в компании Infineye. Вот это название. Переходим назад. И вот здесь пишем название. 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 Просто здесь надо вставить название. Вставить название раздела. Название раздела. Он перетаскивается. Так вставляем. И нажимаем готово. Все. Заявка на регистрацию на английском языке. Можно также посмотреть, как это будет выглядеть. Видите? Название на регистрацию на английском языке. Так. Далее. Вот этот цвет. Этот цвет зависит от выбранного дизайна. И можно еще продолжить. Так. Продолжить. Готово. Значит, чтобы было продолжить. Так. Вставка. Разрыв страницы. Новая страница. Эту новую страницу тащим вниз. Сюда вниз. Что-то не получилось. Так. Тут чуть повыше. То есть методом перетаскивания. И после того, как человек ввел свои данные, у него откроется вторая страница. Допустим, вот новая страница. Можно так сделать. И здесь также можно добавить разные элементы. Например, видео. Видеоролики я сейчас добавлю. То есть, добавлю такой ролик. Например, первые шаги после регистрации. Первые шаги после регистрации будут. Вставляю этот адрес. Нажимаю выбрать. Делаю вот так. Раскрываю на весь экран. Нажимаю посередине. Нажимаю готово. Так. Можно название. Первые шаги после регистрации. И нажимаю готово. Так. Еще будет для человека непонятно. То есть, он ввел данные. И он ожидает то, что сразу его данные попадут к вам. И сразу будет уже он зарегистрирован. На самом деле не так. Потому что после того, как он свои данные подал, эти данные попадут в таблицу. То есть, посмотреть ответ, когда мы нажимаем. Все данные заносятся в форму таблицы. После того, как они там у вас будут уже в таблице все данные. Вы эти данные заносите на сайте вот здесь partners, reports, binary view. Так нажимаете. То есть, открывается вот эта страничка. И здесь выбираете влево, либо вправо ставить человека. Допустим, вправо. Нажимаете бутон write и выбираете. Вот у меня право идет вот так. Нажимаете кнопочку. И здесь как раз заносим эти данные. То есть, имя, фамилия, e-mail и user name. То есть, как раз те данные, которые человек, потенциальный наш партнер, при предварительной регистрации внес в нашу табличку. В нашу форму. Поэтому здесь надо человеку сделать пояснение на стороншем шаге. Чтобы он немножко подождал. Значит, для этого напишем вставку. Название, разработка страницы, изображение, видео. То есть, можно, например, на картинке написать, что это предварительная регистрация. И после того, как вас внесут в таблицу, вас зарегистрируют, вернее, в компании, вы получите от компании письмо с доступом для дальнейшей регистрации. И посмотрите ролик «Первые шаги после регистрации». Если все понятно, я надеюсь, все было понятно, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. То есть, мы как раз сделали вот такую форму за несколько минут. Всем пока-пока.